Ну как? Тебе нравится наш котенок? Персик, ты там подмигиваешь нам. Персика загнали сюда, чтобы он поел. Он поел, он ест. А то он скелет остался, кости торчат, посмотри. Всё, персик, ешь. Ухо гниёт, правда. Так, а вы выйдите. Посмотрите на эту кайфушную веслоухую морду. Ты как кайфуешь вот на этой штучке, а? Ты балдеешь? Посмотрите на её лавке. Нам нужно много таких домиков. Как они балдеют у них, я не могу. Вот такой противный характер у неё. Противный характер такой, да? Посмотри на эту красавицу. Ты посмотри. Мама ругается, потому что я надела рубашечку с кошечкой. А куда мне ещё носить? Мама, успокойся. Ты посмотри, что сейчас упадёт, 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 упадёт. Упадёт, упадёт, упадёт. Как им всем нравится эта штука. Посмотри, 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 подруга серунишки нашей, серые кошечки. Ой! Ой, как мы упали. Эту вот, эту красотку хотят забрать. Вот где моя девочка? Вот эту красоточку хотят. Писали нам по поводу неё. Ой, да? Ты чё, меня? Ты чё, царапа есть? Глаза такие большие. Такие глаза, какая она крутая. Ищи добрые ручки, если не заберут. А вон ту ручку. А эту будут забирать уже. Как она там не провалилась? Ну, поместилась как. Мам, ты посмотри, на что похоже у нас. Ну, что я сделаю? По шее мне дай. Слава сейчас. Персик! Ты моя чудо чудесная! Ну чё, тебе тут лучше спать, чем там? Ты, Боже мой, ну что? Ты привыкай! Не бойся, у неё такие испуганные глаза. Скажи, мне 20 дней здесь, жаль, ухо гниёт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот почему, вот вы меня сейчас будете смотреть, почему такие уши гниющие у всех собак, которых вы выпускаете? Ему нельзя делать, чтобы оно не гнило. Обрабатывать, я не знаю. Такой спокойный пёс. Ребят, давайте найдём ему ручки, пожалуйста. Ну, сколько он сможет на передержке быть? Оплачивать нужно же передержку всё равно. Так, ну ты знаешь, что ко мне всем надо перемещаться? Герда облизывает Кузю. Кузя не против. Смотри, он лапкой, да, как-то делает. Да, он же так не делал, Кузя. Посмотрите, как Герда любит Кузю. Кузя, ты не против? Она его облизала, я думаю, спит. Смотрите, как облизывает его Герда. Всего уже нализала. Кокотенька. Лапу не тяжело, мне эта лапка вообще, она не тяжело. Кузя, ты не привык к такому? Скажи, я что? Котёнок молодец. Взрослого кота, взрослого кота! Заново. Он облизывает. Ну, потому что у него там надо облизывать. Он же себя не облизывает. Вот и Герда его облизывает. Массаж делает. Массаж делает. Смотри. Ну, знаешь, там от каши немножко остается. И он уже лапкой говорит, бусинка не делает, точнее, Герда. Всё, Герда, он не хочет. Всё, Герда. Он не хочет. Но мы его покормили. Мама пытается. Укусить её. Герда, ну нельзя так. Мам, ну убери. Герда слишком любвеобильная. Герду убери, а не Кузьму Гмедведевичу. А она теперь не поймёт, за что. Алису завтра отправляем. Пиши отсюда. Нас всем очень нравится вот эта штучка. Вот. Которая в Пятигорск много раз отвозила. Походу, нам она и останется. Вот, дальше. Ну, как нам она... Это он, оказывается, Тори. Ну, мы его вот почти вылечили. Чуть-чуть остались. Смотрим в зоомагазине лежанки. И тут котёнок в лежанке сидит. Да? Хороший, да, домик для них? Всё. Мы купили животным еды. Мама кормит персика, а он всё наестся не может. Он ест, ест, ест. Мы пока ножки даем. Мама ещё кашу даёт. Сухие корма. Надо ухо обрабатывать. Оно гниёт у него. Ой. Ну, видите, ещё торчат гости. Но он такой радуется. Ты так радуешься, да, что ты у нас? В общем, мы купили животным еды. Вот это на 1000 рублей. Ножки она уже половину скормила, даже больше. Это мы купили... Сейчас без рекламы, чтобы было. В общем, вот. Это, чтобы щенкам с собой дать. И там... А это может кошке дать с собой. Очень удобно, кстати. Они такую штуку любят. Мы берём упаковками, берём. Это вышло на 1350 рублей. А ещё мы взяли полно бумажных полотенец. И наполнителя для лотка. Три штуки. На почти на 1000 рублей. Бумажных полотенец, потому что у нас много щенят. И они писают не всегда на пелёнку. И так, и тоже не всегда на пелёнку. И приходится всё убирать. А бумажными полотенцами это легче всего делать. И вот ещё купили. Это шеи. Вот шеи, печёнки и ножки. Где-то на 1000 даже больше вышло. Вот такие покупки. Что-то мы ещё брали тут. А, пелёнки я им ещё не показала. Теперь отправляем пусиков вот в этой переноске. Больше всё-таки я взяла переноску. Она вот такая удобная очень. Миску приготовили. Пелёнки. Это с углём. Такие, чтобы не воняли. Но если по большому сходят, конечно, будет вонять. Но по маленькому не будет. И вот такие. Вот такие взяли. Вот такие. Будем им стелить туда. Перестеливать. Сейчас должны опознать. И мы поедем за 35 километров передавать щенят. А то они уже неделю у меня. То я на мошенников нарвалась не получилось. Ну, наконец-то. Надеюсь, всё не получится. Ребят, мы Алисочку отправляем. Нашу шикарную девочку. Нашу солнышку. Я её лечила-лечила эти глазки. Видите, они немножко закисают. Мы не смогли нормально пролечить, потому что она удирает всё время. Да, она убегала. Потому что... Да и, в принципе, прокапать, мне кажется, с Афродексом всё пройдёт. Да. Лисичка. Она такая красивая, да? Да. Ребятушки, я всё-таки повешу ошейник с адресником. Розовенький. На всякий случай. Потому что, если, не дай бог, она убежит, сорвётся куда-нибудь, чтобы знали, куда звонить. Правильно? Там хозяева, может, уже на своё имя перепишут и на свой адрес. Не плачь, не плачь. Мы у своей кошки собрали. Потому что новый адресник писать надо. Вот так, моя девочка. Она же всегда ходит очень тихо. Да. Она мышку может поймать и всё. Она на лисичку похожа. Да. А с этим адресником она ничего не поймает. Всё. Она продаст её сразу же. Вот её место. Тут, правда, собаки погрызли. Я теперь переживаю. Я новую её купила за 1300 рублей. Я вам показывала. У меня в одном из видео есть, когда я покупала огромную переноску, среднюю, вот эту небольшую. И собаки, вот пока она тут стояла, умудрились тут отгрызть. Ну, что это такое? Не отгрызть. Всё, вот, помыли мисочки, приготовили немецкий корм. Что ещё там, прям мясное хорошее. А, и пелёночки две я приготовила. Она сейчас всё в пакетик, и мы уже едем. Одинаковые размеры. Да. Короче, решила я перед дорожкой покормить Алиску, потому что она давно не ела, она там боялась других кошек. Мама давала, она не ела. Может, это неправильно, может, она блеванёт по дороге, но не знаю. Через полчаса, наверное, поедет уже. Всё, мы отправляем нашу красотку. Мы прицепили ей ошейник и адресник. Понял, где родители? Да, пап, я поняла. Миски взяла. Ага, пап. Всё, дочь она должна приехать. С Богом. Какая шикарная у нас кошка, а? Мам, поехали, мам. Ну что? Что кошечка едет? Вот туда звали, да, если что? Да, да. Если что, у меня ещё запасные номера есть. Всё. Они подъедут, заберут его? Ну, вы договоритесь, где он встретится, и всё. Сейчас, сейчас. Мы подъедем. Всё. Ой, бедненькая кошечка, а? Ой, с Богом, с Богом. Дай Бог, чтобы всё хорошо было. Такая сладкая мордочка. Такая... Куда делась? Смотрите, на персика. Персик, мы тебя завтра на передержку везём. У тебя ушко гниёт. Давай мы снимем персик. Ты кайфуешь, да? Ну, мягкая, мам. Ты с щипцами подошла, он сейчас офигеет. Подожди, надо его подвинуть сперва. Что у него с ухом? Ухо очень горячее, и оно гниёт. Можно персик? Оно гниёт. Вон, видите? Вот так в Георгиевске их делают. И все собаки поголовно с таким. А как это снять? Или мы в клинику поедем, не знаешь? Может, в клинику поедем. А, вот эту штучку надо отрезать. Ты видишь, эту пимпочку? Персик, давай, давай, давай. Да. Просто пимпочку надо отрезать. Да, персик? Персик. Нет, не так. Пониже. Да, персик. Персик. Такой терпеливый мальчик, да? Скажи, я вам доверяю, что он слабый какой-то, нет? Нет, ещё пониже надо, ещё пониже. Да, персик, не бойся. Мама, может, нет? Подождите, не подождите. Вот так и вынуть с той стороны. Нет, ещё. Может, он чувствует, что мы к нему с добром. Ух ты, мой мой, мой мой. Небось, я лопать. Ой, ёй, жесть какая. Мы решили размягчить, потому что всё это твёрдое. Кровь, вон, смотри, идёт. Персик щипет, щипет, да? Да, да, да. Персик надо размягчить его. Может, водичкой надо было? Ух ты, моя зелота, вылететь надо. Ну, вот это жёлтый порошок, это как раз тем, чем размягчает. Ладно, выключай, сейчас будем обрабатывать. Это долго. Мне удалось, там сильно много гниёт. Оно уже затвердело. Мы не можем снять. Завтра повезём в клинику. Нет, какого инструмента, чтобы отрезать. Завтра, где ты там? Кошечка ты наша. Закрыта здесь, покажи сюда. Ну, это она где-то там. Выходи, Алиса. Алисочка, ты приехала, дама моя. Выходи, моя хорошая. Алиса, выходи, 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 хорошая девочка. Выходи, Алиса, Алиса, выходи. Выходи, не бойся, маленький. Выходи. Алиса, Алиса, Алисочка. Ой, ты будешь и Люси нашей. Скажи, я посмотрю, что интересного тут у вас есть. Ну, и ты пусть и мой, скажи, побегай, я посмотрю. Да. Скажи, Гаяне, привет. Алиса, скажи, Гаяне, привет. Скорей, дорогая, посмотри сюда. Посмотри сюда, посмотри. Скорей, посмотри сюда. Покажи, Гаяне, как ты тут уже. Да, на окошке. Кошка на окошке. Да, да, вот так вот, скажи. Я кино смотрю. О, мне интересно, что там за окошком. Да, как там на улице дела? Алиса. Кси-кси-кси-кси-кси-кси. Ой, ты красавица, ой, ты красавица. А ты пошла. Да, на выход хочет. Алиса. 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 Кси-кси-кси-кси. Алиса, кси-кси-кси-кси-кси. Алиса. Алиса. Алиса, куда ты полезла? Не ломай его. Алиса. 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 Куда ты полезла? Нельзя? Алиса, нельзя? Алиса? Судачка. Судачка. С завтраком. Вчера Алиса накупалась. Чистенько. Свеженько. Шампунькой пахнет. Ой, очень хочу, скажи, покушать. Субтитры создавал DimaTorzok